Доробро! Данный ролик будет довольно необычный, но очень интересный, потому что так уж случилось, то что куда ни копни, в обзоре этих ноутбуков везде противоречия. И кстати, сам ролик будет интересен и полезен людям, которые хотят себе легкий ноутбук, ну так, за 90-100 тысяч рублей, но пока не знают какую модель выбрать и на каком железе, на AMD или Intel. И поначалу я планировал просто сделать обзор на 14-дюймовый ноутбук Lenovo на новом процессоре от AMD R7-8845, но под рукой оказался его конкурент Redmi Book 14 на Intel Core Ultra 5 125H. А поскольку цена у них одинаковая, вес, размеры одинаковые, но из-за того, что все-таки в Lenovo стоит процессор AMD, то он дешевле и они смогли позволить себе установить не просто экран, а OLED-экран, который насыщеннее, приятнее, так еще и ярче. Аккумулятор поставили побольше, да, ненамного, 84 Вт-часа против 80, но все-таки больше. А взамен сканера отпечатка пальцев, как на Redmi, установили камеру с поддержкой Windows Hello, которая, кстати, дороже. И в конце даже на полноразмерный картридер деньги остались, чего у Redmi в принципе нет. Оперативки у обоих ноутбуков по 32 гигабайта LPDDR5X, она, естественно, распаяна, а SSD по 1 терабайту оба через PCI 4.0, но скорость у Lenovo повыше, опять-таки же, да? А вот формат SSD M2242. Кто-то скажет, окей, у Redmi, значит, процессор лучше, но он дороже, значит, он лучше, мощнее, как минимум, должен быть. А вот тут как посмотреть. В играх, например, AMD стабильнее и FPS чуточку выше. Но вот в DaVinci, да, уже Intel выигрывает по скорости вывода проекта. Так что здесь получается не просто Lenovo против Redmi, но и AMD против Intel, OLED против IPS. И вспоминая мой ролик, по-моему, двухлетней давности, где я также сравнивал ноутбуки на разных процессорах от компании Xiaomi. И если мне не изменяет память, то во время тестов я тогда заметил, что Intel как будто бы быстрее проходит тесты, быстрее устанавливает программы, но при этом был сильно прожорливее. Сейчас же ситуация изменилась и уже AMD быстрее устанавливает программы, быстрее проходит тесты, но при этом тоже стал, по ходу дела, прожорливее. Но это и не значит, что нужно бежать и покупать Lenovo, а Redmi забыть как страшный сон. Нет, всё немножечко сложнее, так что давайте сейчас более подробно поговорим об этом. Посмотрим на результаты тестов, на то, как они себя ведут в играх, в монтажных программах. Посмотрим на автономность и заглянем под капот. Короче, будет интересно, так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики такие же. И если понравится, поддержите лайком, это важно для развития канала и продвижения данного, как я считаю, полезного ролика. И в описании ещё будет ссылочка на мой телеграм-канал, туда тоже переходите, подписывайтесь, потому что вам я публикую контент, который по тем или иным причинам не могу выкладывать здесь на ютубе. Или он эксклюзивный, типа только в телеграме я его выкладываю, там новости и прочее. В общем, ссылочки все в описании. Ну а возвращаясь к ноутбукам, скажу сразу, мне за обзор никто не платил, потому что эти ноутбуки не производятся для нашего российского рынка, поэтому вы не сможете пойти куда-нибудь в магазин и их купить. Нет, они произведены были для рынка Китая, поэтому мы их там купили в Китае, привезли сюда в Россию, сделали гравировку, чтобы русские буквы были, русифицировали, установили программу, винда, чтобы на русском языке была, накатили все необходимые программы, и вот теперь они у нас на гарантии. Ну а ссылочка на наш телеграм-канал Mitec по доставке техники из Китая будет в описании. Переходите, ознакомливайтесь, задавайте вопросы, ну а обзор-сравнение предлагаю начать с распаковки. Итак, коробки у них плюс-минус одинаковые, упакованы оба надежно, но коробка у Redmi чуть компактнее. А так, разницы никакой, разве что в зарядках. Оба блока мощностью в 100 ватт, но у Redmi кабель отсоединяется, а у Lenovo он монолитный. Еще Lenovo поддерживает быструю зарядку 140 ватт, но такой блок придется докупать отдельно. Зачем он нужен? Ну, банально, точно не для того, чтобы питать ноутбук, а просто, чтобы ноутбук заряжался быстрее. Размеры и вес у ноутбуков одинаковые, толщина 15 мм, а вес 1,5 кг. Оба из металла, но у Redmi он кажется плотнее, потому что когда нажимаешь в районе клавиатуры или трекпада, Redmi почти не проминается, а Lenovo немного гуляет. И, возможно, в этом как раз-таки кроется ответ на главный вопрос, почему они весят одинаково, а у Lenovo батарейка-то больше. Вот и ответ. Получается, Lenovo пришлось немножко поскоблить металл, чтобы он стал меньше весить. Но, отвечая на вопрос, повлияет ли это хоть как-то на работу, скорее всего нет. Но кто в здравом уме будет сильно нажимать? Ну, кроме меня. Интересно, а есть те, кто не слышал про Lineage 2? Да-да, ту самую легендарную линейку. В 2019 году вышла Lineage 2 Essence. Ностальгию с ускоренной прокачкой, ведь именно тут есть удобная функция автоохоты, которая возьмет на себя скучный грин, предложив взамен самый интересный контент, масштабные PvP-сражения, захватывающие ивенты и битвы с боссами. А недавно открылся новый кластер серверов Project Evo, с полностью переработанной экономикой. На этих серверах все решает скилл и вовлеченность игрока. Именно поэтому Project Evo можно назвать действительно хардкорным. Но всегда можно облегчить себе жизнь и приобрести набор Evo Pass до 31 мая, содержащий расходники, руду и еще много чего полезного. Evo порадует и новой расой, высшие эльфы, для которой доступно два новых класса, божественный хамовник и повелитель стихии. Каждый класс самодостаточен и легко прокачивается в одиночку. Даже целители эффективно сражаются как против монстров, так и других игроков. Также в игру добавили новую ежедневную активность Вторжение Монстров и Сессионную Зону Небесная Башня, где вас ожидает эпический босс Император Фарион. Ностальгировать с комфортом можно, играйте в Lineage 2 Essence на серверах Project Evo по ссылке в описании. А вот по портам ноутбуки различаются довольно сильно. Во-первых, у Lenovo есть полноценный картридер, а у Redmi Thunderbolt 4, потому что там Intel. Но с появлением USB-C 4 разница между Thunderbolt 4 и USB-C 4, она уже небольшая, потому что слот такой же, USB-C, и при этом пропускная способность тоже 40 гигабит в секунду. Поэтому да, у Redmi Thunderbolt 4, а у Lenovo USB-C 4. Пропускная способность такая же. При этом оба ноутбука имеют HDMI 1.4 и по два USB-A 3.2 Gen 2. Ну и мини-джек, естественно, есть на обоих. Что касается тачпадов, то у Lenovo это стекло, а у Redmi пластик. Однако лично я разницы вообще не нахожу. Оба механика, оба хороши, тут вопросов нет. Клавиатуры тоже схожи, у обоих, естественно, нет нампада. Но у Redmi есть одно весомое отличие. Здесь оставили клавишу Ctrl. А на Lenovo ее заменили на новую клавишу Capilot. Компании-производители ноутбуков все чаще стали добавлять как раз-таки клавишу Capilot. Если кто не знает, то это нейросеть от Microsoft, аналог чата GPT. У нас в России она, естественно, порезанная, там, картинки не генерирует. И всего ее там 5, по-моему, вопросов можно задать. А для полноценной работы все-таки нужен зарубежный аккаунт, скажем так. В целом, как инструмент, да, прикольная вещь. Но клавиши Ctrl я пользуюсь чаще. И зачем ее убирать и менять на Capilot, вот это, конечно, большой вопрос. И сразу, пока не ушли далеко, как только я увидел вот эти вот отверстия для динамиков, то сразу подумал, что звук-то должен быть неплохой у Lenovo. Но, как говорится, я еще никогда в жизни так не ошибался. Как оказалось, это просто элемент декора. А динамики здесь обычные, плоские, тихие. При этом у Redmi намного лучше звук, чем у Lenovo. Сейчас продемонстрирую. Максимальная громкость, включая музыку без авторских прав. Теперь послушаем, как это звучит на Redmi. В плане звука Lenovo прямо разочарование. Я увидел эти вырезы, думаю, ооо, вау, наконец-то хоть кто-то из производителей сделал нормальные динамики, которые будут мне в лицо звучать. И я буду такой, вау, как это прикольно. Ага. Размечтался. Холоп. Ровно? Пацаны, напишите в комментариях, ровно или нет. Не могу понять. Теперь, что касается экрана. У Redmi это 8-битная IPS, а у Lenovo OLED 10-битный. У Redmi 500 нет яркости, у Lenovo 650 нет яркости. Ну, а разрешение у обоих одинаковое. 2880 на 1800 точек и по 120 Гц, как это водится. Лично я топлю за OLED, потому что, во-первых, экран намного сочнее и приятнее. Во-вторых, он ярче, а значит на улице можно будет пользоваться им лучше, лучше будет видно картинку. Ну и цвета, смотреть какой-нибудь сериал, фильм с него будет намного приятнее. Но да, есть проблемка, если вы чувствительны к шиму, могут болеть глаза. Я замерил, шим тут на максимальной яркости 14%, такой же он на средней яркости, а вот на низкой яркости уже 74%. Некоторые переживают по поводу выгорания. Во-первых, матрицы уже давно шагнули вперед, они не так выгорают. Ну, а если уж переживаете, то никто вам не мешает поставить блокировку спустя минуту бездействия. А поскольку здесь есть Windows Hello, открыли ноутбук, он вас увидел, тут же включился. С этим проблем быть не должно. Либо просто не ставьте постоянно максимальную яркость, тогда и выгорать не должно. Так, ну и вот еще пример того, как здесь отрабатывают веб-камеры. Качество. Я сейчас смотрю, мне кажется, то, что на Lenovo качество картинки получше. Пишите в комментариях, согласны со мной или нет. Ну и звук тоже оценивайте. Как по мне, по-моему, Lenovo будет получше. Ну, вроде все обсудили. Переходим к самому интересному, к производительности. И сказать честно, я многого не ждал от Lenovo, потому что процессор здесь, да, новый, R7-8845, но его вроде как не особо прокачали, да и графика осталась такая же, 780M. Поэтому я не ждал от него каких-то новых результатов. Однако, вроде как, здесь должны были появляться ядра искусственного интеллекта. Точно такие же, которые есть в Intel и в работе в монтажке, как раз таки, это должно было дать прирост. Потому что именно благодаря им Intel и показывает себя лучше в DaVinci Resolve. Ведь у DaVinci есть, как раз таки, поддержка этих ядер. Но на поверочку R7-8845 выводят мой тестовый проект даже чуть дольше, чем Lenovo Xiaomi Pro 16 дюймов на старом R7-7840HS. А вот Redmi на Intel Ultra 5 125H делает это за... Но уже на таком же процессоре Ultra 5. Да, у меня было такое сравнение, я взял два ноутбука Xiaosin на разных процессорах, но сами ноутбуки были одинаковые. Если хотите, посмотрите у меня на канале. Но дело не в этом. Дело в том, что да, Redmi быстрее выводит проект, но именно работать в самом проекте приятнее было на процессоре AMD, на Lenovo. Да, это мои личные ощущения, но таймлайн как будто бы лучше воспроизводился. Пропуски, конечно, были, всё-таки это 4K проект, снятый в логе, в 10-битрах. Но вот AMD, по ощущениям, показал себя лучше в работе, но долго выводит. Что же касается синтетики по части графики, то в 3DMark AMD проигрывает Intel, набирая 3000 баллов против 3700 баллов, что в очередной раз доказывает превосходство Intel над AMD именно в плане графики. Но это были тесты, а игры сами говорят обратное. Во всех тайтлах AMD ведёт себя стабильнее и показывает даже чуть больше FPS. Например, в Counter-Strike 2 Lenovo выдаёт в районе 40 кадров на высоких настройках в нативном разрешении 2880 на 1800 точек. Если снизить до Full HD, то FPS вырастает до 70, и на Redmi мы получаем такую же картинку, только FPS чуть больше скачет. Смута, также нативное разрешение, низкие настройки и 10-20 кадров на Lenovo. Если разрешение снизить до Full HD, то получаем плюс 10 кадров и 20-30 FPS. На Redmi чуть-чуть меньше, в нативке 1050, в Full HD около 20. Atomic Heart опять же в нативном разрешении на Lenovo с низкими настройками получаем 30-40 кадров. Если скинуть до Full HD+, то 60-70, но FPS начинает тоже сильно скакать и иногда поднимается аж до 100. У Redmi картинка плюс-минус такая же, а вот Cyberpunk лучше всего показывает эту разницу в играх в ноутбуках. У Lenovo в нативном разрешении при низких настройках 25-30 кадров. У Redmi чуть ниже, и FPS постоянно скачет, причём сильно. Если скинуть разрешение до Full HD, то FPS вырастает до 40 кадров, и играть уже куда приятнее. На AMD, но не на Intel, потому что хоть FPS плюс-минус такой же, но он постоянно скачет. И просаживается местами очень сильно, до 9 кадров, что делает игру вообще неиграбельной. По всей видимости, дело в троттлинге, мы с вами уже это видели, когда обозревали Redmi Book Pro 16 на Ultra 7. И сейчас, походу, всё дело в этом же. Итак, касаемо температур. Запустил троттлинг-тест, и если мы берём ноутбук Lenovo на AMD, то есть здесь вообще никаких проблем, никакого троттлинга, температура 92 держится, как бы всё в порядке. А вот с Intel Ultra 5 на Redmi, конечно, всё дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы, потому что вот даже в данный момент он скачет под 17, короче, прыгает. А температуры при этом, при всём, тоже, знаете ли, почти, ну, они больше 90. Так, у меня закралось сомнение, что проблема именно с охлаждением Redmi. Но мы их разобрали на ноутбуке, посмотрели, там с охлаждением проблем, ну, не наблюдается. Там не должно быть никаких проблем. Поэтому мы взяли, достали ещё один Lenovo Book, как раз-таки на Intel, тоже на i5, и запустили такой же троттлинг-тест, грубо говоря, стресс-тест, и картина такая же. 22 минуты всего прошло, но мы уже смотрим, там троттлинг 31% был. Так что это проблема, по ходу дела, именно процессоров. Не системы охлаждения, не оптимизации или ещё чего-то. То есть Redmi здесь ругать нельзя, потому что такая ситуация у всех. И, как вы понимаете, система охлаждения тут не виновата. Если у Redmi и Lenovo они просто, как бы, схожи, два вентилятора, две трубки, то у Lenovo на AMD и Lenovo на Intel они просто идентичны. Но Lenovo на Intel также троттлинг. И есть ещё одно весомое отличие. У Lenovo с процессором AMD чаще всего, в принципе, у ноутбуков с процессорами AMD почему-то нет второго слота под SSD. А у такого же ноутбука Lenovo, но на процессорах Intel, есть второй порт под SSD, и он формата 2280. А у Redmi как раз-таки процессор Intel, и там есть второй порт, но он уже другого формата, 2242. Но вот всё, что связано с вычислительной мощностью процессоров от AMD, они здесь на высоте. Вот вам оставшиеся бенчмарки, Cinebench, Geekbench 6, PCMark. Везде видно преимущество AMD, и в работе, в повседневных задачах это тоже чувствуется. Я пока сидел, сравнивал ноутбуки, проводил тесты, то прям одновременно запускал или устанавливал программы и тесты. И Lenovo справлялся с задачей всегда быстрее, и, как вы видите, больше баллов выбивал. Ну а последнее, что стоит проверить и протестировать перед тем, как делать выводы, это автономность. У Redmi аккумулятор здесь на 80 ватт-час, это очень хороший показатель, но у Lenovo на 84 ватт-часа. А если вспомнить, что два года назад AMD был менее прожорлив в сравнении с Intel, причём значительно, то интересно, что будет здесь. Хотя, с другой стороны, я уже делал сравнение тех же самых Xiaomi Pro 16, два ноутбука, один на AMD, другой на Intel, и там разница была небольшая. Но здесь она существенная. Я не знаю, в чём дело. Итак, тест автономности. Проверяем яркость. Здесь у нас 380, здесь 380 практически. Здесь включён максимально энергоэффективный режим, и здесь максимально энергоэффективный режим. На Intel у нас 76%, на AMD 75%. Запускаем видео с одной яркостью, с в одном браузере, через Wi-Fi, и через пару часов смотрим, кто как разрядился. Итак, ну что, ребят, пришло время подвести итоги, и AMD у нас разрядился до 41%, а Intel у нас разрядился до 57%. И получается то, что AMD стал прожорливее. Ну, по крайней мере, конкретно в этих ноутбуках, потому что просто в покое AMD жрёт больше, он там 2-3% сожрал за 2 дня, в выключенном состоянии. При этом, при всём, он, получается, 34% за 2 часа воспроизведения видео сожрал. И яркость у ноутбуков была одинаковая выставлена. А Intel сожрал всего 20%. Это вообще рекорд, я не видел ещё таких цифр. Помимо этого, я захожу в программу Lenovo, здесь у меня выставлено заряд аккумулятора, экономия. А здесь у меня на минималках. Подводя итог, что можно сказать? Да, здесь процессор AMD, процессор AMD дешевле, а значит, производитель может себе позволить установить экран получше, установить батарейку побольше, SSD побыстрее, добавить картридер. И сам процессор при этом, он дешевле и при этом лучше. Потому что в играх он даёт не только выше FPS, но и более стабильные значения. Intel же, в свою очередь, показывает себя лучше только при выводе проекта для DaVinci Resolve. И на удивление, меньше потребляет энергии. За 2 часа, потратив всего 20%, это очень хороший результат. Ну и звук у Redmi получше. Так что, как по мне, Lenovo предпочтительнее. Потому что экран, порты, процессор лучше, производительность лучше. Да, автономность меньше, но опять-таки же, у Lenovo есть вариации и на Ultra 5, и на Ultra 7. Плюс у Lenovo своё приложение, Lenovo Vantage, оно на русском языке. Так что управлять ноутбуком будет легче и удобнее. Потому что у Redmi всё-таки своё приложение на китайском языке. Почему они его хотя бы на английский-то не переведут? Господи, боже мой. В общем, как-то так, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А у меня на этом всё. До скорых встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok